Добрый вечер, в эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И вы знаете, который раз, начиная программу, я хочу восхититься вечным знатоком российских архетипов Гоголем. Действительно, вот у кого уж были все типажи прописаны, которые следующие 200 лет, собственно, правят российской жизнью. Вот, в частности, Манилов, человек, построивший храм уединенного размышления, как вы помните беседку. Человек, который хотел построить мост через пруд, и чтобы на этом мосту была открыта торговля, сидели купцы и так далее. И вот, вы знаете, собственно, Маниловский типаж воспроизводится из века в век. Вот наш нынешний премьер-министр и бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев, вот такой вот кремлевский мечтатель, как назвал бы его Герберт Уэллс. Действительно, сколько у нас было фантастических проектов за вот это вот медведевское четырехлетие. И перевод часов у нас был, отменили у нас фактически зимнее время. И сколковский проект. И в это же президентство был построен фантастический совершенно мост на остров Русский. Чемпионат мира по футболу 2018 года мы получили. И, вы знаете, из тех проектов Медведева, которые, собственно, вот в эти вот четырехлетие вместилось, с 2008 по 2012, один из самых удивительных и для меня, наверное, до сих пор необъяснимых, это расширение Москвы. Своего рода, вы знаете, такой аналог Сочи 2014 года. Там проводят олимпиаду в субтропиках, зимнюю олимпиаду в субтропиках. А здесь такое вот неожиданно в два с половиной раза увеличивается территория нашего города. И предполагается совершенно фантастическое вот такое вот расширение. И вот об этом, собственно, хотелось бы поговорить. Что это такое? Какие-то новые васюки, городостроительная утопия? Или это вполне такой продуманный проект, который действительно поможет решить давние и застарелые проблемы нашего города? Об этом хотим поговорить сегодня с нашими гостями. У нас их сегодня трое. Это Александр Высаковский, декан Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики. Добрый вечер, Александр Аркадьевич. Добрый день. Ольга Вендина, ведущая научный сотрудник лаборатории геополитических исследований. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. И Александр Скокон, директор архитектурного бюро Остоженко. Добрый день. Добрый день, Александр. Ну вот, собственно, вот этот весь проект расширения Москвы, который, как я понимаю, уже более года обсуждается в правительственных кругах, уже приняты правительственные решения правительства Москвы, то есть ведется какая-то работа. Но до сих пор, мне кажется, широкая общественность пребывает в неком неведении по поводу того, что это такое, чем это обернется и что, собственно, будет с Москвой через 10-20 лет в связи с этим расширением. Ну вот я хотел бы первый вопрос такой, знаете, полей с ленинской прямотой задать. Кому это выгодно? Кто, собственно, стоит вот за этим проектом? Откуда он взялся? Александр Жаркович. Я думаю, что мы не ответим точно на этот проект. Это надо не просто исследование, а расследование. Я думаю же, прозорливые гоголевские персонажи, которые, как вы уже верно заметили, обсуждали однажды судьбу Чичикова, и записав его в шпионы и еще куда-то, здесь бы тоже, я думаю, не нашли бы концы. Но, тем не менее, сейчас проект находится в некоторой стадии, я сказал бы, такой предварительной разработки. Сейчас 9 международных команд разрабатывают концепцию развития Москвы на этих территориях. И, по сути, сейчас здесь, может быть, прояснено, кому это выгодно, кто будет благополучателем этого развития. Очевидно, что для населения нынешней Москвы это может быть не столь выгодно, потому что деньги, которые могли бы пойти на благоустройство города, на улучшение среды, дворов, улиц, на любые другие улучшения, конечно, в этом случае должны быть оттянуты на разбитие на новых территориях. А о бюджетах вообще пока даже говорить не приходится. То есть, это Сочи, помноженный на некое многократное число. Есть некоторые предварительные оценки, их можно озвучивать, можно нет, но это фантастически большие суммы. Но вообще сейчас в Москве есть такие планы, скажем, развития метро или развития транспортной сети, которые известны, в общем-то, по суммам, и это тоже фантастические суммы. Тридцать с лишним миллиардов долларов развития транспортных систем. Транспортные это на какой срок? На 5 или 6 лет. И 50, по-моему, миллиардов долларов развития метро на 9 лет. 150 километров озвучено развитие 70 новых станций. Понимаете, это порядки зашкаливающие. И в таких цифрах еще и предположить возможность финансирования инфраструктуры на юго-западном направлении, это, конечно, довольно сложно. Здесь ведь, наверное, была имиджевая составляющая, Александр Ильич, как вы думаете, что у нас новый президент, новая столица. То есть, это не был некий такой проект, курируемый Медведевым? Да, я думаю, это была такая красивая затея, но это явилось абсолютной неожиданностью для профессионалов, для специалистов. То есть, еще несколько месяцев до этого события никто и предположить не мог такого неожиданности. Но нам кажется, что какое-то время нам в течение года казалось, что это, в общем, рассосется как-то, что этого не случится. Ну, вот месяц назад это таки случилось, это уже юридический факт. То есть, эта территория каким-то образом непонятным представляет единое целое с Москвой. И можно было бы этому огорчаться. Есть бы ни одно обстоятельство, что, мне кажется, у профессионалов, в том числе и в этом конкурсе, появилась возможность рассматривать Москву и прилегающую к ней территорию как единое целое. Чем она, собственно, и является фактически, но никогда не рассматривалась с городостроителями как единое целое. Так что нет хода без добра. Ну, ведь большой все-таки социально-экономический разрыв между Москвой и областью, да, и это некий шанс этот разрыв сгладить. Ольга Ивановна, как вы считаете? А нужно ли его сглаживать? Ну, да. Даже территория страны не может представлять из себя Москву или экономически мощную территорию. Обязательно такие сгустки экономической активности должны быть окружены сгустками, ну, если не экономической пассивности, то, по крайней мере, какой-то совершенно другой экономической составляющей. Поэтому, когда вы спрашивали о выгодах, я бы хотела подчеркнуть, что далеко не все выгоды меряются деньгами. И, наверное, мы можем найти выгоды получателей, если будем рассуждать о деньгах. Но если мы будем говорить о городе как о социальном организме, то здесь уже будут совершенно другие соотношения проигрышей и выигрышей. И очень часто, когда мы, скажем, планируем экономические выигрыши, мы получаем социальные проигрыши. И, в общем, неизвестно в конечном итоге, при подведении конечных итогов, что что перевешивает. В этом смысле, конечно, вот это расширение Москвы, оно скорее влечет за собой социальные проигрыши, нежели выигрыши. С разных точек зрения. Во-первых, потому что мы собираемся туда выносить те функции, функции государственного управления, где работают в основном москвичи, а не приезжие. Это значит, что москвичам придется ездить, если... Ну, я не думаю, что это произойдет, но если мы теоретически это предположим, то есть фактически москвичам придется ездить на работу за город. Что это означает? Что возможность найти рабочее место рядом со своим местом жительства сократится. Как, скажем, вот обвальная доиндустриализация Москвы, она привела к тому, что в тех районах Москвы, которые были индустриальными, там резко сократилась возможность найти место работы. Это же по промзону, я слышал, до 30% территории Москвы сейчас составляют. Ну, я думаю, Александр Андреевич лучше эту цифру знает. Да, дело в том, что они все время, этот процент меняется. И очень важно понимать, что под теми промзонами, о которых мы говорили, уже многие из них давно как промзоны не существуют. Они уже переродились в другое качество. Они не стали привлекательны, к сожалению. Но как экономические территории они уже работают по-другому. И это по-прежнему остается большим резервом и большой головной болью, проблемой для системы управления. Ну, вот мне бы хотелось вернуться еще к развитию Москвы в юго-западном направлении. Да, вот я хотел спросить, есть какая-то... То есть, вообще логика... Здесь, конечно, сложно найти логику в самом этом решении. Но, может быть, постфактум, да? Можно найти какую-то логику в расширении на юго-запад? Почему, скажем, не Ленинградская? Ведь там, не знаю, вот эта знаменитая парабола, да? То, что Ладовского, там, Москва-Ленинград хотели сделать. Почему, скажем, не Домодедово? Вот многие говорят, такой большой растущий центр. Почему не вокруг Домодедова? Откуда юго-запад взялся? Вот Александр Андреевич сейчас об этом скажет более точно. Я хотел бы отметить другой момент. Сейчас, вот ровно сейчас возникла необходимость изменить структуру московской агломерации. Она до сих пор, в общем-то, развивалась в традиционных таких параметрах. Миграционные процессы все время шли в центр периферия. Вот агломерационные эффекты все работали на стягивание. И особенности такого, прямо скажем, неточного, плохого развития Москвы привели к тому, что жилье все на периферии Москвы, прижато к МКАДу, 80% жилья расположено на этих территориях, а примерно 40% рабочих мест, наоборот, тяготеют к центральному району. И вот это сложившееся в целом расползание агломераций, конечно, надо остановить. А для этого надо создать мощный новый агломерационный центр, мультимодальный, довольно сложный. И создание такого центра, это вообще насущная пространственная и структурная задача. Другое дело, вот тут сейчас я и хочу передать слово Александру Андреевичу, что я далеко не уверен, что его надо было создавать такой центр именно на Юго-Западе. На Юго-Западе, да. Это другой вопрос. Вот, как всегда, в таких случаях все очень тонко. Вот он нужен, но не факт, что не факт в этом месте, хотя, может быть, и здесь. Александр Скокон, да. Дело в том, что у города был некий такой естественный ход развития, называется такой допроектный период развития города. Это примерно начало 20 века до 20-х годов, когда у города не появились всякие генпланы, которые как бы предсказывали, как ему развиваться. И надо сказать, что вот этот естественный ход развития города, он совершенно как бы не замечал вот это Юго-Западное направление. Город вообще был симметричный. Он больше был расположен с левой стороны Москва-реки, да. Это, значит, север, северо-восточное, северо-западное направление. И довольно слабо он был развит в этом направлении. Что, очевидно, и подметили большевики, когда они предположили, что город, особенно его живая структура, вот должна развиваться туда, на Юго-Запад. Тогда у нас появился Юго-Западный район, Черемушки уже после войны и так далее. Это во многом еще объясняется и такими идеологическими. Когда появился соображение, когда у нас появился Дворец Советов, то скульптура, которая стояла наверху, она создавала некую такую ось, которая проходила через Хамовники, через Воробьевы горы, и создавала вот этот вектор куда-то на Юго-Запад. А, ну да, и университет послевоенный открыл вот эту всю перспективу. Но, с другой стороны, в этой части города, как ни в какой другой, слаба структура коммуникационная. То есть здесь, в этой части города вообще как бы нет структуры. И город сам по себе развивался в Ленинградском направлении, в Рязанском, в Ярославском направлении преимущества. Это направление он не замечал. И почему было выбрано это именно направление для такого массивного развития, я не знаю. Может быть, потому что там еще ничего не было, еще, не знаю, не загажено, не заплевано, и есть где разгуляться. Да, был раз. Действительно, я сейчас думаю, вот в Москве всегда на Юго-Западе какое-то больше, шире пространство ощущается, больше разреженность застройки и, так сказать, более широкие проспекты, чем даже на том же удалении от центра, если брать север Москвы. Да. Ольга Ивановна. Ну, я не думаю, что это все так случайно. Во-первых, мне кажется, что ответ прозвучал в ответе Александра Скокона. Почему, собственно, Юго-Запад? Потому что если Восток и Север – это были районы преимущественно индустриального развития, то изначально Юго-Запад – это было сначала сервисное развитие, потом в значительной степени постиндустриальное развитие. Если мы посмотрим, где сосредоточены правительственные учреждения, где сосредоточены учреждения образования, где… Академический институт и весь Ленинский проспект, да? Конечно. Где развита система обслуживания, где у нас больше всего ресторанов, где вообще живет наиболее активное, наиболее образованное население, то это все окажется Юго-Запад. То есть вот эта структура социального города, она во многом диктует и дальнейшее его освоение. Потому что в современной экономике как бы не люди идут туда, где есть производство, а производство туда, где идет, где есть соответствующие качества населения. Поэтому нет ничего удивительного, что именно как бы мысль наших прожектеров, она двигалась именно в этом юго-западном направлении. Ну, будем надеяться. Скажите, а есть ли вообще мировые аналоги такого расширения? Вот, я не знаю, Лондон, Париж, они же тоже расширяются, включают в себя какие-то окологородские вот эти агломерации? Ну, страны, которые вы назвали, это страны демократические, а данный тип решения – это решение, присущее авторитарной командно-административной системе. Поэтому, конечно, ни во Франции, ни в Англии подобных решений не могло быть принято. Ну, вообще, Большой Лондон, Большой Париж, скажем, Лондон, вот это вот М4 у них, вот это Большое Кольцо, там же включены они в административную структуру города? Нет. Такие, скажем, кормовые базы больших городов? По-разному, разные периоды было. Нет, это не административное образование, существуют как бы такие общие дирекции управления территорией, существуют институты согласования интересов, существует очень сложная структура муниципального управления на низовом уровне, то есть это не существует как единое административное образование, как в случае у Москвы. То есть, в принципе, Москва могла бы пойти тем же путем, как и эти крупнейшие агломерации, работая над согласованием интересов развития, что абсолютно необходимо и Москве, и региону, но в нашей системе оказывается, что принять какое-то решение можно только командой сверху, и тогда все делают под козырек и начинают что-то исполнять. Зачем еще раз я хочу это понять и уточнить, без какого бы то ни было экспертного сообщества участия, то есть... И вот если вернуться к теме конкурса, то все как раз наоборот, то есть сначала нужно было объявить конкурс, а потом решать, как развиваться в Москве. Зачем на самом деле занимаются уважаемые архитекторы и градостроители, которые работают на этом конкурсе? Они пытаются осмыслить вот это событие, которое произошло, они пытаются понять, что это значит и как это можно там осмыслить, обжить там, я не знаю, как из этого сделать что-то разумное. Я уверен, что 90% тех специалистов, которые участвуют в конкурсе, если их вообще спросили бы, а как в Москве развиваться дальше? Расширяться там или наоборот концентрироваться, то 90% сказали бы вот что не так. То есть вряд ли бы кто-то предложил вот именно такое решение. Ну да, интересный, конечно, у нас виновен, получается такое вот из ниоткуда спущенное, вернее, известно откуда спущенное нам решение, так что нам остается лишь довольствоваться теориями заговора, я не знаю, там Павловский говорит, что это вообще какой-то там заговор девелоперов целый делается, или, скажем, передел, большой передел собственности московской, от, так сказать, Громовской элити, к элите вокруг Кооператива Озера и так далее. Так что нам остается довольствоваться лишь слухами. Ну, я думаю, что после перерыва мы поговорим более подробно о насущных проблемах московской агломерации, о том, как они предстанут в свете вот этого вот грядущего расширения. И снова добрый вечер, это программа «Археология». Говорим сегодня о расширении Москвы, «Новая Москва». Был такой фильм Александра Медведкина, архитектурный, вот эта вот сталинская архитектурная утопия 30-х годов, там была так очень интересно графически подана. И говорим мы о вот этом расширении, о «Новой Москве», которая сейчас уже приняла статус законодательного, уже закона в 2012 году. Наши гости – это Александр Высаковский, декан Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики, Ольга Виндина, ведущий научный сотрудник лаборатории геополитических исследований, и Александр Скокон, директор архитектурного бюро «Остоженка». Ну, вот я, кстати, здесь вот этот сталинский план вспомнил, да, 30-х годов. Это можно сравнить, вот, скажем, способ принятия решений, возможные последствия для городской агломерации? Потому что, естественно, тогда не построили дворец Советов, не прорубили вот эти все огромные, так сказать, улицы-лучи ведущие. Но все-таки Москва радикальным образом изменилась, начиная с высоток и, так сказать, больших магистралей. Вы знаете, там, мне кажется, было немножко больше рациональности. Именно рациональности. Во-первых, интересен не генеральный план 32-го полного года, а интересный документ, который был сделан до этого. Был такой план хозяйственного освоения Москвы 28-го года. И вот это был замечательный документ, где было посчитано количество комсомольцев, которые должны быть по призыву приехать в Москву, чтобы развивать инженерную и хозяйственную структуру города, количество шансового инструмента, лопат и телега и так далее, и так далее. Это был очень серьезный и качественно сделанный документ. Его делали хорошие городские инженеры, несмотря на то, что имя руководил Гаганович. Но это был правильный документ. Причем там было еще указано, какое количество профтехучилищ и каких необходимо, чтобы тех, которые приедут из сел, потому что это шла индустриализация, как их учить и куда, в какие отрасли они пойдут работать. И, собственно говоря, в этом документе 28-го года вырастал уже генеральный план 32-го года. И благодаря этому хозяйство, в общем-то, очень отставшее Москвы. Москва не столичный город. Надо понимать, 200 лет инвестиций идут в Петербург. Там все создается. Когда сюда переезжает правительство, ему негде сидеть. И первые места локализации советского правительства, это просто фантастический подворотник. Там где-то сейчас не так, там было где-то еще, еще где-то. Это все. И надо было создавать заново инфраструктуру управления. И здания, и того, и сего. Ну, и, конечно, под шум волны создавать символическую инфраструктуру нового государства. Но рациональности в этом генеральном плане было много больше. Еще, ко всему прочему, его делали люди, у которых городская культура была плоть от крови. Это были люди, я бы сказал бы, такие незараженные болезнью, мы бы сейчас сказали, такого индустриального модернизма. Это были люди, которые ценили сами по себе город. И это были артикулированные довольно так пространства. Все потом изменилось, конечно. И больше того... Александр Скокон, да. Больше того, перед этим, насколько я знаю, прошло довольно много конкурсов на развитие Москвы международных, где много было высказано и странных, и парадоксальных идей, но как бы было из чего выбирать, было от чего отталкиваться. Ну, так Робезье тогда предлагал сделать эту решетчатую структуру. Да, и немецкие коммунисты, и специалисты, и так далее, и так далее. То есть, была серьезная подготовка, прежде чем были приняты вот те решения, которые... Они были довольно безжалостные решения, естественно. Они не сопровождались сохранением культурного наследия. Но тут надо еще и понимать, что, я повторяю, в Москве эта ткань была в тот момент очень-очень рыхлой, и очень было необходимо, капитализм не довел ее до нужной кондиции, и там это все доделал. Ну, в общем, да, любое сравнение хромает. Давайте подумаем, что мы получаем в результате, если все-таки вот эти вот проекты будут реализованы. Агломерацию, вот я не знаю, я здесь цитирую коллегу нашего по высшей школе экономики, Алексей Скопин, он говорит, что это 35 миллионов человек, что-то некое подобие Шанхай или Мумбаи, такой большой город средней развитой страны, развивающейся страны. Ну, что значит создавать агломерацию? Агломерации никто не создаёт. Они возникают, вырастают естественным путём. Масштабы московской агломерации достаточно трудно определить, потому что агломерация – это образование безграничное. И сегодня мне кажется, что мы… Вот вы начали говорить о сравнении сталинского генплана Москвы и вот современных подходов. Проблема в том, что… Не в том, что сталинский план был плохо или плохо сделан, и что сейчас там что-то плохо делается, а в том, что тогда это соответствовало духу времени, тем социальным процессам, которые происходили. Вы сами сказали, процессы индустриализации, формирования массового общества и так далее. А сегодня такие подходы, которые хорошо работали тогда, не работают, потому что они не соответствуют времени. То же самое и представление об агломерации. То есть сегодня мы должны скорее говорить не о агломерации, а о геополитике большого города. То есть о его сферах влияния. Потому что, скажем, московская агломерация, измеряемая в жизнедеятельности людей – это одно, измеряемая в экономике – это другое. Есть различные журналистские цифры, которые определяют численность населения Москвы. Например, можно прочитать, что Москва ежедневно продает продовольствие на 20 миллионов человек. Это не значит, что в Москве живут эти 20 миллионов. Это значит, что Москва по-прежнему является таким рынком для продовольствия, для 20 миллионов человек, которые развозятся по огромной территории. Можно взять какие-то другие показатели. Окажется, что московская агломерация – это будет 12-15 миллионов человек. Поэтому вопрос, какие критерии мы выбираем и что мы хотим получить. Но, конечно, искусственное создание агломерации – это задача обреченная. Но что мы можем сделать? Мы можем искусственно привлечь в Москву население, создавая те рабочие места, которые не могут быть заполнены москвичами. Или перераспределить население. Ну, перераспределить население мы не можем, потому что мы не можем приказать людям, вы езжайте на восток, а вы на запад. Приказать не надо. Ну, даже не приказать, а предложить. То есть люди сами принимают решения. Но создавая те рабочие места, которые… А рабочие места, извините, в каком? В строительном секторе? Вот вы имеете в виду сейчас инфраструктурном, строительство дорог, нового жилья? Во всех. Во всех. Понятно, что строительство, в кавычках, «Новой Москвы» потребует и строительных рабочих, и всяких прочих рабочих. Это будут и рабочие места в сфере услуг, потому что ту, скажем, административную деятельность, учебную деятельность, и так далее, должен кто-то обслуживать, потому что там нужны не только сами учреждения, но и кафе, и прочая всякая инфраструктура и так далее. Но смотри, да, извините, но это просто сразу возникает. Ведь, учитывая нынешние тренды миграционные, фактически развитие «Новой Москвы» в еще большей степени Москву превратит в город гастарбайтеров, учитывая то, как наши девелоперы, в общем-то, распоряжаются рабочей силой, никто же не будет брать, так сказать, полностью с оформлением русских рабочих. То есть нас ждет всесоюзная стройка, грубо говоря, на которой будут заведены еще сотни тысяч рабочих из Средней Азии, которые будут там устраивать какие-то этнические анклавы. И Москва фактически превратится в такой вот большой караван-сарай. Не за, не против, но просто продумывая миграционные последствия вот этой большой стройки. Ну, я бы не боялась рабочих из Средней Азии, которые будут устраивать анклавы, потому что они не будут их устраивать, и они будут как это рекрутируемые рабочие, которые как приезжают, так и уезжают, организованно. То есть гораздо большую опасность приезжают те, кто приезжает, не опасность, а как бы проблемы создают, те, кто приезжает самостоятельно, находит здесь работу, место жизни, как-то устраивается и так далее. Но Москва должна быть готова к этой проблеме. Москва – город стареющий, от этого никуда не деться. Москва, кроме того, мы привыкли к тому, что Москва – это город иммиграции, сюда люди приезжают, но Москва становится городом эмиграции. Скажем, вот я только недавно с коллегами два дня назад обсуждала, что в этом году, например, в начальные школы записалось на 10 тысяч меньше человек, чем было рождено 7 лет назад. Куда эти 10 тысяч младенцев подевались? Понятно, что младенцы не путешествуют отдельно. То есть мы эту цифру должны умножить как минимум на 3. То есть у каждого есть мать, где-то это второй ребенок, где-то это полная семья и так далее. То есть вот, по крайней мере, 30 тысяч человек за 6-7 лет Москва потеряла. То есть это очень сложная ситуация. Причем, да, но все-таки, нет, я хочу здесь, чтобы меня правильно поняли, я не хочу здесь какие-то такие движения против нелегальной эмиграции, там российские заявления, но ведь по факту действительно идет эмиграция идет из Кострея, не только азиатские, я говорю, там из Грузии, из Молдавии и так далее. Меняется социально-этнический и культурный состав города, а эмиграция идет, те самые люди, которые не пошли в школу со своими родителями, дети, они же уехали из России, они же не в Вышний Волочок уехали жить. Вопрос не в том заключается, плохо это и хорошо, а вопрос заключается в политике, какой этот процесс мы встречаем. Надо сказать, что этот процесс объективный. Россия это страна с убывающим населением. Естественно, население страны убывает, поэтому предполагать, что агломерация будет развиваться взрывом, таким образом накапливаться там людей, нет оснований, что все убегут со своих мест и сконцентрируются здесь тоже. Этот процесс идет, но он как идет, так и идет, и он не приводит к таким катастрофическим увеличениям населения. А в целом мы находимся в тренде убывающей страны. И точно так же, как европейские страны, и Берлин, и Лондон, и Париж, и все остальные города и Вена, которые стали колоссальным образом притягивать иммигрантов. Это нормально. Более того, мне кажется, наиболее здесь привлекательнее вообще-то американская политика, которая это делает национальной политикой. И по всему миру идет рекрутирование. Но они делают это открытыми глазами, довольно умно, и привлекают лучших, привлекают образованных. И люди еще платят. В общем, сравнить нас с Америкой ни в коем случае нельзя. Я не пытаюсь это провести. Ну да, все-таки там гражданская нация. Совершенно верно. Павильный котел. Абсолютно верно. Но, тем не менее, я просто говорю, что есть внятные социальные и такие другие политики, с помощью которых ассимилируется иммиграция. И сейчас самое тяжелое, что здесь происходит, это то, что этот процесс никаким образом, мне кажется, не контролируется. А вот такой вот вопрос я хочу здесь Александру Андреевичу сколько-нибудь задать. А вообще Москва должна расти? Вот мы что, исходим из, это для нас аксиома, да, экспоненциальный рост московской агломерации. Нельзя ли, вот если у нас так уж решения принимаются административным порядком, что нельзя, скажем, принять какие-то решения политики, чтобы ограничить рост города? Дело в том, смотря что называть городом. Понимаете, если городом называть вот старую границу в пределах МКАДа или вот вместе с этой новой территорией, это один город, но есть еще город, который как бы является вот то, что в Генпуане называют реальный город. Это город, который выходит там в каждую сторону километров по 30-40-50 там, да, скажем, в юго-восточном направлении это как минимум там Дораминского город, в северо-западном это как минимум, включая Калининград, Зеленоград и может быть еще дальше. Вот реальный город, вот что мы можем сказать? Калининград, кстати, тоже, ныне Королев. Да, Королев это гигантский протуберанец, который фактически уже давно живет как единый какой-то организм. Люди лезут на работу, люди находят какие-то свои пути в гигантском этом организме. Понимаете, мы не можем как бы управлять вот таким огромным организмом, да? Мы не можем запретить ему расти. Тем более, что мы знаем, что многие гумерационные какие-то элементы, там, города, они находятся в упадках, и мы скорее должны приветствовать их какое-то развитие. То есть мы должны способствовать всеми силами развитию каких-то локальных центров, там, не знаю, никаких, опять же, бронниц там и так далее, и так далее, чтобы у людей меньше было поводов ездить в Москву. То есть это объективный и неостановимый процесс. Потому что вот я, например, ну так, взглядом стороннего наблюдателя, москвича, да, не одно десятилетие живущего и ездящего в Подмосковье, наблюдаю, что, собственно, феномен Подмосковья, как я его знал, там, я не знаю, 30 лет назад, оно исчезло, его нету. Ты едешь там по основным шоссе, там многоквартирные дома, 10, 20, 30, 40 километров от Москвы. Это как спальные районы. Это и есть тот самый реальный город, который как бы не признает никаких границ, понимаете, и при соединении вот этой самой территории, оно никак не реагирует на вот, как бы, потребности вот этого реального организма. И больше того, мне кажется, что когда это называют все новой Москвой или новым городом, это ерунда, потому что городом все равно останется Москва, а эта территория, которая по площади больше старой Москвы, она останется с территорией. И это совершенно разные подходы. Территория – это территория, а город – это город, понимаете, так и надо к этому, мне кажется, относиться. Станет ли она вообще городской, да, вот в смысле вот этого вот Чивитас, вот этого вот городской инфраструктуры, структуры социальных связей, не знаю, там, общения людей, кинотеатров, театров, школ, университетов, или это такие большие слободы останутся? А мы знаем, что такое городской сегодня? Ну, в Москве все-таки, я не знаю, какие-то структуры городской жизни создаются, там, ну, общественные пространства, те же, о которых сейчас только говорят. Ну, я попробую ответить на этот вопрос, потому что, с моей точки зрения, город – это сочетание трех параметров. Это плотность, плотность всего, разнообразие, тоже разнообразие всего, и плюс городская идентичность, то, что вы назвали словом Чивитас, там, и так далее. Вот можно сказать, что на сегодняшней периферии Москвы, вот параметры, если там плотность, скажем, жилой застройки или плотность населения достаточно высокая, то плотность, скажем, сервиса, тем более плотность разнообразия очень низкая, и там точно так же, там нет достаточно развитой городской идентичности. Поэтому мы не можем ожидать, что в ближайшее время от того, что мы начнем строить высотные дома, возникнет городская среда. Вот, мне кажется, когда вы говорили о том, что мы как бы утрачиваем Подмосковью, мне кажется, вы обозначили очень серьезную проблему, потому что мы одновременно теряем город и теряем московскую область вот как окружающую природу, потому что город у нас недостаточно городской, а природа перестает быть природой, но не становится городом, потому что она застроена многоэтажными домами. И вот этот вот принцип равновесия, что если мы что-то отнимаем у природы, мы должны ей что-то возвращать, или если мы что-то пытаемся городское создавать где-то там за городом, мы должны точно так же это городское создавать или рекультивировать в самом городе для того, чтобы не забрасывать те обжитые, давно освоенные, освоенные не только в поведении людей, но и в памяти, и в культуре освоенные пространства, чтобы их не забрасывать и как бы не выводить из городской культуры. Да, вот здесь действительно, мне кажется, ключевой совершенно вопрос, вопрос экологии, каковы экологические последствия вот этого вот безостановочного расширения вот этих протуберанцев, о которых говорил Александр Скокон. Ведь существует же понятие там зеленого пояса вокруг Москвы, да, там этих самых зеленых легких. Я уж не говорю, что Подмосковье, вот, например, для меня страшно сказать, я не знаю, там слушают нас сейчас тысячи дачников, но по большому счету оно как некий природный объект для меня практически перестало существовать. Я знаю, что надо отъехать от города километров на сто, чтобы увидеть нормальное поле. Или больше, или это куда-нибудь туда, в Костромскую область. Нормальное поле, нормальную реку, нормальное небо чистое, чтобы не было какими-нибудь складами, пакгаузами там заставлен весь горизонт. Это общая проблема, действительно, вот расползание застройки, причем, заметьте, самое главное, то есть проблема не высотные дома, а самая главная проблема – это коттеджные поселки. Вот они-то, собственно говоря, перемалывают природу, превращая ее в закрытые анклавы, в огораживание. Новая Рига, вот, например. Новая Рига вообще до Шаховской смотреть по странам, по странам нельзя. Там они-то анхаусы. И заборы, главное. И заборы. Ты едешь по тоннелю из заборов. Совершенно верно. Поэтому и самый неэкологичный вид использования территории – это именно коттеджные, таунхаусные, такое вот спрувол, пятно расползающееся и перемалывающее природу, сцепляющее, как мхи. Мхи – это еще такие благородные вещи, лишаи такие, знаете, которые закрывают все это. То есть, по всему… Это действительно то, что Радамман называл необходимостью поляризованного ландшафта. Необходимо действительно создавать полюсы урбанистические, полюсы ландшафтные, природные. Ну да, а у нас таким, так сказать, сплошным бутербродом, маслом вот это вот размазали, такую квази-городскую агломерацию с какими-то рынками, со строительными… Такова природа нашего управления. Она не хочет управлять этими процессами. Она не может управлять, я думаю. Ну, я думаю, это не так все легко, что не может. Захотели бы, сделали бы. Очень важно, что мы теряем вот эту контрастность сред. То есть, то, что всегда было, был город и был загород. Это были контрастные среды, о чем вы говорили. И поэтому мы ехали за город, чтобы отдохнуть от города. И за годом мы приезжали в город, чтобы увидеть вот эту самую плотность городской жизни, разнообразие и так далее. И вот это мы теряем. То есть, это наступает некая энтропия. Мы получаем какое-то вот такое… Даже приличного слова не наберешь, чтобы этот ландшафт определить. Да, да. Действительно, второй закон термодинамики – нарастание энтропии. Вот мы приходим к тому, что это получаем в результате расширения Москвы. Ну что ж, немножко попробуем выйти, может быть, на какие-то более позитивные сюжеты после паузы. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим мы сегодня о расширении Москвы. Новая Москва – это что, новые васюки? Некая градостроительная утопия? Или ответ на вызовы времени и попытка справиться, вот, структурировать эту гигантскую растущую агломерацию? У нас в гостях Ольга Виндина, ведущий научный сотрудник лаборатории геополитических исследований, Александр Скокон, директор архитектурного бюро «Остоженка», и Александр Высаковский, декан высшей школы рубанистики, высшей школы экономики. Я хочу Ольгу спросить. Вот как раз вы занимаетесь геополитикой города. А что вот при этом, вот, так сказать, Москве такой хвост комете приделывается, да, такое вот расширение в два с половиной раза на юго-восток, а как при этом изменится историческая вот эта вот радиально-кольцевая планировка? Может быть, это и лучше, что раз центр Москвы смещается из Кремля, произойдет некая десакрализация этого, да, сахарного Кремля, этого вот детинца средневекового, разомкнется эта иерархическая оборонная радиально-кольцевая структура? Ну, я думаю, к радиально-кольцевой планировке это не имеет никакого отношения расширение Москвы в юго-законном направлении. Я думаю, что власть тоже не так безумна, чтобы покидать Кремль, потому что Кремль – это могучий символический ресурс, и, в общем-то, это несет за собой довольно большие политические риски. А как было бы хорошо музей, да, музей под открытым небом? Вы знаете, одно другому не мешает. Одно другому не мешает. Существует огромное количество примеров, где властные функции вполне соседствуют с туристическими функциями. Это вопрос темы безопасности, того, как эта безопасность организована, и как сама власть относится к своей исключительности и к своей безопасности. Открытость. Ну, тот же Рейхстаг, например, да? Ну, например. Можно привести и другие примеры. То есть эти функции, они не противоречат друг другу. Если власть публична, то она не противоречит никаким прочим публичным функциям. Но Кремль – это, конечно, могучие символические ресурсы, и поэтому, с моей точки зрения, вряд ли власть решится его покинуть. Ну, да. А что с другими функциями административными? Ну, хорошо, Кремль, видимо, Госдума останется, а какие-то будут переведены туда? Можно представить Министерство иностранных дел, которое также является символом страны и политики этой страны. Это является символом преемственности. Если мы сохраняем советский гимн и считаем его гимном России, то почему мы не сохраняем Советское Министерство иностранных дел, которое демонстрировало советскую мощь и считаем, что его нужно перевести в современное здание под Москвой? Ну, можно найти много других таких символических объектов тоже. Это да, это вообще вопрос символика, которая проецируется в политику. Мне кажется, что, скажем, перевоз нашего правительства в такие вот, в какие-то более открытые, децентрализованные пространства, в новую архитектуру, где будет больше стекла и прозрачности. Да, он бы создал совершенно другую политическую культуру в стране. Особенно перевоз в коммунарку, которая окружена двумя полигонами, где совершались расстрелы в сталинское время. Это тоже символически тяжело нагруженное место. Да. Вопрос, по-моему, заключается не в том, будет это правительство, и я-то как раз думаю, что вот эти символические объекты, о которых мы сейчас говорили, они навряд ли период, и, может быть, и не надо. Вопрос заключается в том, чтобы все-таки восстановить на территории Московской области некоторые новые точки, новые локусы, которые бы создали бы новую идентичность для этих территорий. И для этого нужна новая экономика, и нужны новые места, нужны привлекательные места. И, конечно, должны быть многофункциональные. Вопрос, понимаете, идет не о том, что городская территория вся сплошь наделена теми тремя правильными признаками, о которых сказала Ольга. Плотность, разнообразие, идентичность. А вопрос в том, чтобы в этой территории был некий центр с центральными функциями, который бы был наделен этими признаками, а люди с прилежающей территории относились к этому центру как к своему, и идентифицировали себя с этим центром. Вопрос заключается в том, чтобы создавать вот такие локусы. Это не задача всей освоения территории, а задача точно выбранного места с точно выбранным развитием. И в этом смысле, по мне, более важны поиски новых экономических каких-то механизмов. В том числе, конечно, это и офисы тех же самых IT-компаний, и управленческие разные офисы. Но это не обязательно представительская функция. Это back-офисы могут тех же самых быть. И что-то еще, и что-то еще. Такие альтернативы, скажем, я не знаю, там мой район. И, кстати, досуг, между прочим, очень важная составляющая. Те же самые крупные досуговые объекты, которые в нынешней экономике являются очень мощными аккумуляторами и потоков, и людских, и финансовых. Ну да, нет, ну, собственно, такие городообразующие вещи, скажем, как больницы. В Германии видел городов, которые сформированы вокруг больницы. Университет. Вот так же, да, вот сейчас вот это высшая школа экономики, сейчас же планируется кампус в Ногатинской пойме. Какой-то, не знаю, на какой стадии. Вернее, на территории завода Зилы дальше туда открывается. Я знаю, на какой стадии. Никакой. Никакой, да. Да, в Германии совершенно другая инфраструктура, и когда человеку нужно в реанимационном автомобиле быстро довезти в больницу, это можно легко сделать. Если вы находитесь даже в каких-то городах Московской области, это далеко не всегда можно быстро сделать, это серьезнейшая проблема. Поэтому, конечно, то, о чем говорится, это привлекательно, как один из способов развития, но это требует огромных вложений в территорию, прежде всего, в ее транспортную инфраструктуру, инфраструктуру связи и всего остального. Поэтому как раз вот те территории Ногатинской поймы, о которых мы говорили, о промышленных зонах, они, с моей точки зрения, на сегодняшний момент являются гораздо более привлекательными для внутреннего переустройства и реструктуризации вообще ткани города. Ну да, в рамках Москвы самой заполнения вот этих серых-серых зон. Александр, а вот у вас есть какое-то свое альтернативное видение вот такого большого городостроительного проекта для Москвы? Я не знаю, есть ли это видение, но мы в результате наших исследований обнаружили, да это не только мы, это все, в общем-то, знают, только не обращают внимания, что Москва достаточно сырой и рыхлый город, и в нем колоссальное количество каких-то неэффективно используемых территорий, которые нужно уплотнять, в том числе и вдоль Москва-реки, и вдоль этих самых железных дорог и так далее, и так далее. И поскольку все-таки эта юго-западная территория стала неким юридическим фактом, и как бы отказаться от нее уже невозможно, мы должны понять, что же мы, какие дела мы можем все-таки делать в городе, уплотняя его, находя какие-то там более эффективные решения, а что мы все-таки можем делать на этой юго-западной территории. И, очевидно, все правительственные функции, федеральные там и так далее, мы для всего этого найдем замечательные места в Москве, существующие в Москве. И в то же время все то, что не удавалось сделать в Москве, и какие-то реабилитационные центры, там, я не знаю, какие-то резиденции там тех же там, не знаю, парламентов или того же Министерства иностранных дел, и дачи дипкорпуса, и какие-то резиденции представительств там, не знаю, этих субъектов федераций и так далее, и так далее. И дома отдыха, и там, и были неологические курорты, тем более, что мы обнаружили там под этой территорией, как и под всей Московской области, огромные там минеральные там залежи минеральных вод, которые не хуже там караварских и прочее, то есть будет что, как бы, на этой территории делать. Но при этом не надо уходить из города со всеми, как бы, присущими столицей столичными функциями. Столица должна остаться в Москве. Ну да, то есть здесь, я думаю, еще такой большой плюс, то, что вот те все объекты, которые вы называете, они же такие, они очень крупные кластеры, потому что вот сейчас проблема Подмосковья, то, что все нарезано вот этим вот мелкими-мелкими садовыми товариществами. Настолько раздроблена земля, настолько раздроблен ландшафт, что даже вот, да, нет леса, вот, скажем, какой-нибудь большой бальнеологический курорт, да, или университет. Это же что это, так сказать, тысяча гектаров. В рамках этих тысяч гектаров есть некая централизованная планета, структура, лес какой-то там, территория отдыха. Может быть, вот это. Вы знаете, вот в оставшиеся минуты нашего эфира я хотел бы поговорить, собственно, о каким городом Москва хочет стать в будущем. Вот каким мировым финансовым центром, как нам там говорят, не знаю, правда, что там будет в Рублево-Архангельском на земле Сбербанка, я не знаю, туристическим городом центром знаний и культуры. Вот как вы видите в связи с этим расширением некую будущую траекторию Москвы? Ну, вы знаете, Москва – это не некий субъект, наделенный своим желаниями, стремлениями и так далее. То есть в Москве существует огромное количество групп интересов. Скажем, люди, которые живут в Москве, хотят видеть этот город прежде всего удобным для жизни. Какие-то бизнес-структуры заинтересованные хотят видеть, или там люди обеспечены. Были бы заинтересованы вообще ввести имущественный ценз, превратить Москву в чрезвычайно дорогой город и, скажем, глобальный мировой финансовый центр. Существует туристическое превращение Москвы в туристический центр. К сожалению, мне видится утопией. То есть на сегодняшний день, во-первых, это очень большой город, и для него только подобная функция явно недостаточна. И поэтому, конечно, туристические функции будут в Москве, но это не превратит Москву в Суздаль, образно выражаясь. Поэтому нужно находить баланс вот этих интересов. И, по идее, Москва должна быть вот таким очень сложным, насыщенным, многофункциональным городом, который была бы и финансовым центром. Это ничему не противоречит. Понимаете, противоречит функции, скажем, экологические и тяжелой промышленности, вот они, или там жилые функции, вот они противоречат друг другу и требуют какого-то разведения. А функции финансовые, туристические, жилые, образовательные, они не противоречат друг другу. Чем сильнее они будут перемешаны в городской среде, тем эта среда будет привлекательнее для жизни. Да. Москва, Москва это город довольно темный и очень энергичный. И энергетически очень темный. И я думаю, что московская энергетика, это ее главное, одно из главных качеств. Другое дело, что эту энергетику, конечно, хотелось бы просветлять. Но в Москве всегда есть, был и остается вот этот огромный вызов. В Москве быть добрым очень трудно. И если ты здесь добрый, то это означает, что ты действительно принял для себя не внешне это, а всей душой эту пользу. Вот Москва это в этом смысле город для отчаянных и сильных людей. И хотелось бы, чтобы этот город был бы более гуманным. Но пока, честно говоря, в ближайшее время я вот не могу сказать, что я вижу к этому предпоследствию. Ну, собственно, расширение, как вот то, что мы говорили, оно не ведет к какой-либо дальнейшей гуманизации Москвы? Нет, я думаю, не ведет. Дистанция огромного размера, как выразился один герой. Я бы сказал, Москва это город пока, вот это неприятный, но тем не менее тренд, это город нарастающих противоречий. И город, в котором все позитивные черты нашего недавнего 20-летнего, вот развития 20-летнего, также плотно замешаны с негативными чертами. Невозможно выделить ни одно что-то такое, что можно было сказать, что вот это стало благом. Все время нарастают противоречия, и это очень тяжелая, но очень точная составляющая нашего города. Ну да, но может быть из того позитива, который последние 20 лет, мне кажется, очень интересно, что у нас все-таки появляется городской класс и вот эти вот структуры городской жизни, которые как раз с разнообразиемой идентичностью. То, что вот мы в нашей программе очень часто говорим, общественные пространства, там, я не знаю, те же, там, Красный Октябрь, Винзавод, еще что-нибудь, вот эти движения рассерженных гаражам, все эти оккупации бульваров, это же тоже... Совершенно верно, совершенно верно. И надо этому всячески потворствовать и помогать. Да, Ольга Ванна. Ну, маленькую, маленькую заметку. Мне кажется, такой серьезной спецификой Москвы является то, что этот город, который никогда не соответствовал требованиям времени, и поэтому всякая новая эпоха приводила его к тотальному переустройству. Если мы даже возьмем какой-то короткий период, уже сегодня говорилось, что правительство переехало из столичного города в глубоко провинциальный, затем в сталинская была эпоха, в хрущевскую эпоху мы опять столкнулись, когда распался Советский Союз, Лужковская, как бы унаследованная Брежневская Москва не соответствовала правительству желаниям превращения Москвы сначала в глобальный город, потом она перестала соответствовать требованиям превращения в глобальный финансовый центр и так далее. Поэтому это часть городской идентичности. Это запоздание. Ну, наверное. То есть, если говорить о городе как неком субъекте, то эта часть, это его сущностная черта. В Москве все делается, но никогда не доделывается до конца. Вот поэтому я думаю, что это вполне оптимистичный взгляд в будущее. Ну да, может быть, как бы это самое дурдое в России, да, строгость закона смягчается плохим исполнением, и, так сказать, может быть, плохие намеченные проекты тоже не будут доведены до конца, и вот это вот расширение Москвы не будет иметь тех печальных социальных, экологических и прочих последствий, которые мы здесь пытались обрисовать. Ну, вы знаете, но на оптимистической ноте, чтобы закончить Москва же тоже город, который невероятно умеет обновляться, да, это город-полимпсест, город, в котором тексты наслаиваются друг на друга. Так что, наверное, это еще одно наслоение текста, вот этот вот неожиданный для нас, для всех, и прежде всего для профессионалов, здесь собравшихся в студии, это Александр Висаковский, декан Высшей школы рубанистики и Высшей школы экономики Ольга Вензина, ведущий научный сотрудник лаборатории геополитических исследований, и Александр Скокон, директор архитектурного бюро Остоженко. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Будем надеяться на лучшее для Москвы. Это была программа «Археология». Я ваш верный археолог Сергей Медведев, за пультом Иван Куприянов, продюсер программы «Дина Трубовская». Доброй ночи и удачи!